всем привет продолжаем знакомиться с главами книги библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу корок даниил в тот самый час вышли персты руки человеческие писали против лампады на извести стены чертога царского и царь виден кисть руки которая писала тогда царь изменился в лице своем мысли его смутили связи чресла его ослабели и колени его стали биться одно другое сильно закричал царь чтобы повели обаятелей халдеев и гадателей царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его тот будет облечен в багряницу и золотая цепь будет на шее у него и третьим пластилином будет царство и вошли все мудрецы царя но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его тогда введен был даниил при царях и царь начал речь и сказал дни ты ли даниил один из пленных сынов иудейских которых отец мой царь привел из иудеи а от тебя я слышал что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы и так если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его то облечен будешь багряницу и золотая цепь будет на шее твоей и третьим властелином будешь в царстве тогда отвечал даниил и сказал царю дары твои пусть останутся у тебя и почести отдай другому а написанное я прочитаю царю и значение объясню ему и вот что начерпала мене мене текел упорсил вот и значение слов мене исчислил бог царство твое и положил конец ему текел ты взвешен на весах и найден очень легким перес разделено царство твое и дано медианам и персам тогда по повеление валтасара облекли даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею и разгласили его третьим властелином царстве ту же самую ночь вальтасар царь халдейский был убит текст по книге библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу шнор фонар шнар и